В Екатеринбурге ранним утром, вскоре после рассвета, двое прохожих Мэнн Блэков отвандалировали барбершоп Бразерс, что на Пушкина 7 в подвале. Причем поступили они не по-братски под видеозапись. По картинке видно, что один чел в черном стоял возле барбершопа, а второй чел в черном шел по Пушке. Кто-то скажет, так там еще был третий персонаж. Ну да, был, но он был в бело-голубом, а этот цвета Динамо. А Динамо, сами понимаете, в злодеяниях участвовать не может. Динамо бежит, все бегут. В общем, как вы уже поняли, тот чел в черном, который шел мимо, зачем-то отодрал от названия Бразерс первую букву. Ну, как будто бы намекая, а давайте без Б, и положил ее на крышу входа в подвал. Ну, это чисто молодежные дела. Кого-то ему надо было отодрать, и он отодрал Б. Тут все логично. Спрашивается, ну нафига второй Менн Блэк, который стоял возле Барбера, отодрал еще и последнюю букву в названии С, как доллар, и главное забрал ее с собой, чем нанес урон заведению. Как сообщила хозяйка барбершопа Анна, раньше они этих Менн Блэков не видали, то есть это не их обиженные клиенты, как могло показаться. И причина нападок на барбершоп тогда вообще непонятна. Хотя говорят, что перед этим отвандаливанием эти парни отломили две буквы у соседнего бара Фьорд. Ну, это значит, просто парни гуляли утром и чумились. Беспричинно. Барбершопная хозяйка сообщила, что в полицию пока заяву не писала. Она надеется на то, что парни увидят себя на этом видео и сами возместят ущерб. Впрочем, это скучная тема. Гораздо интереснее, что после них осталось. Вот смотрите, если они забрали первую и последнюю буквы, то говоря по-русски, в слове бразерс осталось два слова. Рот и то, что по телеку говорить не принято. И если это был их замысел, то значит это не просто нашвыренные ослы, а вот прям словесники.